Моё почтение. Меня зовут Дрим Риппер. Я бездарь, завистник и... никто. Именно поэтому я высказываю своё мнение о разных картинах по поводу... и без. И я думаю, многие любят французские фильмы. Комедии с Луиди Финесом или Пьером Ришаром, картины Люка Бессона, неприкасаемые хористы. Они имеют определённый шарм, некоторую тончённость, и многие из них надолго западают в нашем сердце. Также, я думаю, есть определённый круг людей, которые любят аниме. Говномесы ебаные, а! Эм... на чём я становился... А, да, аниме. Тетрадь смерти, Евангелие, он остальной алхимик, Шаман Кинг, работами Ядзаки, Могилой Светлячков. Не необычные, уникальные, странные, притягательные. А когда через 30 серий уже получается выговорить имена всех персонажей, они становятся родными и давно знакомыми. Иногда возникают вселенные различных культур, стилерисовки, etc. Этим увлекаются создатели Времени Приключений или Вселенной Стивена. Такие серии выделяются из остальных и обычно несут меньше сюжетной нагрузки. Зато, благодаря иной подаче, сильнее раскрывают героев или демонстрируют определённую идею. Подобным симбиозом французской и японской культуры является аниме Вакфу, основанное на лоре ММО игры Дофус. И, конечно, нельзя говорить о европейском аниме, несмотря на прошлый опыт соединения западной и восточной анимации. Аватар. Чудесное шоу рассказывало о восточной философии и культуре, показывало отличную анимацию и демонстрировало превосходную сценарную работу. Поэтому неудивительно, что шоу полюбилось и критикам, и зрителям, даже тем, которые обычно презрительно отзываются об аниме. Так что, как показывает практика, смешение чего-то разного не всегда идёт во вред фильма. Вы все сдохнете! Ну, кроме особо запущенных случаев. Действие сериала, как и игры Дофус на лоре, который он основан, происходит в мире 12, за 80 дак и за 12 богов, покровительствующих 12 жерасам, а точнее видам, названным в их честь. Сакрирам, Иопам, Кра, Инотрофам, Инирипсам, Садидам, Пандаванам, Азамадас, Кселорам и Кафлевам, Срамам и Фекам. Что занятно, если прочитать заданный период названия некоторых видов, получится некий намёк на их особенность. Жидноватый Инотроф Фортуны, то есть достаток, Эльфы Кра Арк, с французского Лук, управляющий временем Кселоро Роликс и в этом духе. Только не читайте заданный наперёд Азамадас. Правда, оно того не стоит. Помимо основных 12, есть более мелкие виды, на которых правительство божеств не распространяется. Вроде Минотавров, Разумных Лис и Кроликов, Аморфных Существ или Исчезнувших Драконов и Эльотропов, одним из которых является наш главный герой Юга. В первой же серии ему ищет подходящего опекуна, древний дракон Грубиларагран. Пости ведутся особым образом. Драконы, кроме заргания огня, трансформации и прочих классных вещей, обладают способностью определять чистоту души. Прихватительный атропа пытается антагонист, Кселор Нокс, но огребает эпичных пиздюлей от старика. Хранитель же находится среди двух искателей приключений, Руэля и Альберто. Последний не решает отойти от дел, поэтому Грубиларагран подкидывает ему мальчишку и Тофу, на котором оставляет послание на будущее. Герой подрастает, находит новых друзей, стаблются с антагонистом и так далее. Сюжет строится на путешествии Юга с друзьями, о которых расскажу чуть позже. В противостоянии Юга и Нокса, о котором тоже чуть позже. И в поисках Ноксом Вакфу, о котором... О котором можно рассказать и сейчас. Вакфу это жизненная энергия, местная цирь, которая присутствует во всем живом, позволяет существовать магией и в то же время подпитывает ее. Именно на поиске источников этой чудо-энергии тратит свою жизнь безумный Нокс, чьи мотивы неизвестны вплоть до последних серий первого сезона и спецэпизода Ноксимильян. Однако же раскрывать его цели было бы нечестно. Но могу сказать, что он не просто подлец, желавший солнце скрыть стеной, а пожалуй один из самых прописанных антагонистов в коммерческих проектах. Человек со сломанной судьбой и хорошей мотивацией поступков. Но хотя... Быть плохим примером гораздо веселее. Нельзя не упомянуть и наших героев. Протагонист Юга невероятно положительный персонаж. Чем довольно-таки сильно напоминает Анга. Он добрый, веселый и храбрый. Несмотря на то, что, как и последний маг воздуха, одиноки представители своего вида. С, как окажется позже, тяжелым временем ответственности на плечах. Тем не менее, говорить о плагиате как-то не хочется. И создатели Аватара, и создатели Вакфу умело воспользовались юнговским архетипом и славный парень. А как же Черная Молния? А что Черная Молния? Вот, вот ее ты обвинял в плагиате, что, мол, все персонажи Человека-паука спижены. Что, только русское бенате можешь? Нет, тут дело в другом. В Черной Молнии был тупой плагиат персонажей, идей и сюжетов. Здесь же просто схожесть. То есть, из яиц, сахара и муки можно приготовить блины, бисквит или печенье. Зависит от пропорции, метода приготовления и собственного желания повара. При этом все эти продукты будут относиться к мучному. Точно так же мы можем находить схожесть между Чадским, Базаровым и Ставрогиным. Но каждый из этих персонажей будет разным. Потому что авторы хотели донести разные мысли и рассказать разные истории. И у Анга, и у Юга становление личности происходит через помощь другим. Но путь разный, и герои приходят к идее отрицания смертоубийства разными тропами. В путешествии герои помогают опытный и нуждноватый метро Фруэль, старый друг приемного отца Юга Альберта, благородный, но глуповатый Иоп Гроуви, добрая, но высокомерная принцесса Саддита Амалия, и ее телохранитель рассудительный, но несколько холодный край Евангелина. И естественно, под конец появляется лавстори, и не нужно быть мастером шиппинга, чтобы догадаться между кем и кем. Вообще, раз я уже рассказал про персонажей, сюжет и лор, стараясь насколько можно избегать спойлеров, стоит затронуть тему графони, потому как мультсериал сделан весьма толковым 3D, что не может не радовать глаз. Порой аниматоры используют особые аниме-приемы вроде... Теперь только ты и я! Но в основном сериал выполнен смешанной стилистике, кроме спешного Ноксимильен, исполненного в 2D стиле. И за это особая благодарность художникам и режиссерам, потому что подобный стиль абстрагирует нас от других, более ярких и светлых серий, что как нельзя лучше передает нам дела давно минувших дней предания старины глубокой. Кстати, о старине глубокой. Сериал уже идет 9-й год, но помимо того, что вышло только 2 сезона... Так и напрашивать аналогию с быстрым выходом серии Gravity Falls. Количество ознакомившихся с ним, если следить по кинопоиску и МДБ, не превышает 500 человек. И если с кинопоиском все понятно... В России мульт официально вышел только пару лет назад, причем на канале Мультимания, про который знает человек 5. То есть гики вряд ли наткнутся на него. А большая часть аудитории, понятное дело, не зарегистрирована на кинопоиске. В то время как с МДБ все странно, ибо и гиков на Западе больше, и сайт-то международный. Да и сами французы что-то не увлеклись голосованием за свой продукт. Кстати, сам же продукт мог бы получиться совсем иным, если следить по серии Goldheart Warver, посвященной учителю Грови. То есть он был довольно-таки жестким, с кровью и расчлененкой, но, видимо, Racing Air был неинтересен продюсерам. И стиль смягчили. Тем не менее, и это довольно-таки круто. В конце у режиссеров и сценаристов хватило яиц показать гибель одного из героев. Что-то и разошелся. Спойлеры! В избежание дальнейших спойлеров советую вам лично посмотреть мультфильм. И решить для себя, хороший он или нет. Как по мне, весьма хороший. Но, естественно, мое мнение субъективно неправильно и глупо. Прошу прощения, что отнялось время. Удачи с новым фильмом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова